всем здравствуйте с вами на связи линии я приветствую вас на своем канале а давно да мы с вами не общались почти целую неделю может быть чуть больше причина заключается в том я сегодня говорю еще даже тихо что сейчас период такой когда идет завершение года и я занимаюсь своими собственными чистками да и как под подведение итогов всего года вот и как правило когда ты входишь в новое состояние хочется в них побыть это очень похоже на то что когда вот вы чему-то радуетесь да ну либо у вас в жизни хорошо и вы хотите в этом побыть да то есть допустим если утром вы пробудились а на улице прохладно в кровати тепло не хочется вставать хочется еще полежать вот у меня примерно такое же состояние и поскольку я всегда вам говорю о том что я прислушиваюсь к своему телу я прислушиваюсь к тому что со мной происходит этот период он у меня был такой энергосберегательный единственное что я провела один небольшой эфир в instagram поэтому я всегда вам рекомендую подписаться на мой инстаграм если вы не подписаны это моя единственная соцсеть в которой я активничаю вот могу что-то писать могу проводить прямые эфиры да либо просто делиться как-то своими мыслями и идеями и так перемен очень много и именно по этой причине я выбрала расклад что вы переняли от отца и от матери вот почему потому что формат чисток тоже входило проходили до практики прощения вот и вот именно вот в этих энергиях я вам буду вещать да это тоже играет огромную такую роль в том состоянии в котором ты передаешь информацию сегодня у нас будет одна позиция причина почему я делаю расклады на одну позицию такое бывает правда не часто но я делаю почему потому что вопрос не во времени да вопрос в том что когда вот такие вот глубокие расклады которых очень много вопросов я их проживаю это примерно так как играет актер свою роль он в нее он ей проникается да он начинает ее проживать полностью и это очень энергозатратно когда расклад большой очень глубокие погружаюсь в это потом себя собрать и заново в новой энергии входить в следующую позицию это это сложно для меня по крайней мере очень сложно потому что все что я вижу все что я читаю я это ощущаю я вам говорил что я это проживаю все через себя и поэтому когда большие расклады и когда я углубляюсь мне тяжело то чтобы переключить с одной на позицию на другую а это прям ну трудно энергетически не могу вам это объяснить да это вот как будто бы вы час допустим позанимали спортзале потом пришли домой и вам сразу говорят от тебя надо теперь съездить еще и по делам да и там что-то заплатить еще и супер и вы блин у меня сил не осталось да мне надо еще какие-то дела здесь вот примерно точно так же и так смотреть мы с вами будем на таро темного света на эпическом таро ближайшее время мне придет еще одна колода а и вспомнила буквально неделю назад а может быть я и ошибаюсь на я помню что это была суббота мне пришел донат я не знаю это мужчина или женщина скорее всего женщина не оставили свое имя просто меня поблагодарили я вам очень и очень благодарна за донат все деньги которые я получаю я их либо вкладываю в книги на свое обучение до либо в покупку колод таро чтобы вы понимали колода не дешевый я их не не покупаю не то есть не гоню за дешевизным да или как-то чтобы было подешевле для меня важно качество а там где есть качество всегда есть и цена и стоимость достаточно дорогая поэтому все ваши донаты я вкладываю непосредственно на либо в себя либо в колоды либо в обучение но в любом случае мне это было очень-очень приятно меня порадовали это было прям прям вовремя деньги пошли их нужное место и так одна позиция отдельно рассмотрим маму отдельно рассмотрим отца что вы переняли от отца и матери значит учтите если один из ваших родителей либо ваши оба родителя они уже не живут да ну то есть если вы достаточно взрослая женщина либо мужчина да и ваши родители живут то вспоминайте в тот период то есть информация когда был человека в жизни на при жизни потому что вопросы будут связаны непосредственно щитки в поле там эмоции чувств человека а вот а если человек покинул этот мир то вспоминайте это вот как как когда он жил не сейчас и так включаемся в процесс берете ручку тетрадку бумажку не знаю где вы будете что там записывайте наливайте себе что погорячее устраивайтесь поудобнее и все что будет вызывать у вас реакция записывайте на какое слово вы с реагерами на какое предложение что у вас вызвало и таким образом будет происходить работа если вы не хотите работать то это будет просто развлекаловка для вас и ну конечно же ваше право вот но я всегда за то чтобы разбудить вас вас самих чтобы вы начали действительно работать они просто слушать в принципе мой канал не не об этом вот просто я доделаю такие отступления связи с тем что очень много новых людей появилась на моем канале и мне приходится заново объяснять то что многие из вас кто самого начала с моего на моем канале да уже знает то есть как работать чтобы не было так у меня совпало у меня не совпало канал не про это не про то что вас совпадало или нет а про то какую пользу вы берете от этой информации что у вас сколыхнуло что вы можете проработать что вы отметили то есть этот канал про работу над собой они просто так то есть я не гадаю да чтоб вам было понятно я сразу скажу потому что в моем понимании таро это инструмент не про гадание это слишком примитивное использование таро я не гадаю я делаю психоаналитический анализ с помощью таро это намного глубже и так приступаем кто ваш отец начнем с отца кто ваш отец я попробую описать его энергии так кто ваш отец прям сразу выпали активные ну прям представляете туз жезлов и император то есть ваш отец отец прям энергия энергия человека достаточно активного человека который у которого есть огромный потенциал я не говорю что он весь этот потенциал мог использовать до либо направлял правильное русло но то что у этого человека был заложен такого знаете правильный энергетический потенциал человек по своей природе о нем были заложены но огромное количество желаний амбиции то есть этот человек должен был быть я не знаю был он или нет это вы напишите достаточно активным таким подвижным человеком энергии энергичным человеком позитивным потому что жезла это всегда огонь и это всегда про позитив о чем у нас говорит император император у нас говорит о человеке достаточно справедливым конечно же в минусе мы всегда говорим о том что здесь может быть искажение некая деформация энергия у нас уходит в перекосы жестокость но в прямом положении император это всегда правитель справедливый это человек знающий человек ведущий мудрый человек с опытом человек который зрит в корень достаточно дисциплинированный человек который умеет разговаривать с людьми человек который умеет убеждать если это необходимо либо прогибать других человек который в принципе умеет давать знаете как будто бы распоряжение да то есть организовывать других людей давать распоряжение что нужно сделать как нужно сделать вот но при этом этому человеку как бы это сказать ему не зазорно и засучить рукава и сделать работу самостоятельно если он видит что действительно другие люди работают да и допустим по срокам не успеваем и он он может помочь это не тот человек который я например управляющий да и это не мои компетенции и не мои обязанности нет император не такой но по своей натуре человек достаточно организованный человек который умеет управлять другими людьми человек достаточно понимаете у человека у которого есть много опыта да который интеллектуален он и и и справедлив он умеет организовать работу таким образом да либо у своих подчиненных да либо в семье умеет управлять всей этой системой потому что он знает как это сделать но император иногда мы говорим о том что это человек достаточно жесткий почему потому что если ты хочешь быть справедливым если ты хочешь управлять своей империи то нельзя как бы так сказать прогнуть другого человека без крови как говорится именно поэтому когда ты это человек который умеет принимать решения но иногда его решения могут показаться другим людям достаточно жесткими не эмоциональными потому что ну то есть он не может быть милостливым ко всем если если им речь заходит о большом количестве людей то есть этот человек да он пожертвует может пожертвовать кем-то во имя чего-то большего да то есть во имя общего коллектива может пожертвовать допустим одним человеком во имя более большого коллектива но он будет это делать справедливо то есть человек который все взвесит человек который все продумает человек он заботливый не эмоциональный потому что ему эмоции этому человеку они во вред когда ты управляешь народом да то есть ты должен быть в некой степени таким жестким иногда даже бессердичным особенно если ты принимаешь решение до достаточно серьезный поэтому я могу сказать чтобы ваш отец он был достаточно либо есть а он есть человек такой ну вот по крайней мере это был его потенциал да то есть он родился уже вот с такими задатками если мы говорим в общем да об энергиях да как о характере то это человек достаточно позитивная вот здесь вот уточню только одну вещь ну вы знаете хочется сказать что он был таким достаточно спорщиком любил поспорить любил свою точку зрения до рассказывать прямо объяснять до любил очень вести диалоги как как-то знаете вот с кем-то соревноваться да может быть игры какие-то такие вот я не знаю между друзьями да как-то вот собрались и вот прям вот азар до появлялся то есть человек такой был достаточно азартный я могу сказать что у него нормально было с чувством юмора да то есть человек умел и пошутить и принимал на свой счет какие-то шуточки очень человек периодически как-то знаете уходил в отстранение для того чтобы подумать для того чтобы что-то размыслить физически был не знаю почему я говорю был может быть как уже не знаю почему-то мне как-то на прошлое выходит слова ладно есть сейчас да физически хорошо слаженный да то есть если даже не занимался спортом занимался своим телом это человек который любил обращать на себя внимание человек который всегда находится в центре внимания смотрят за собой да то есть это не тот человек который одел что попало и вышел на улице нет он обязательно перед зеркалом покраситься ну я имею ввиду сам себя будет рассматривать зеркале покрасуется да или как-то правильного слова то есть ему нравится смотреть на себя зеркало его удовлетворяет то что он видит да то есть обязательно причешется почему-то у меня идет человек с бородой вот ухаживая да человек ухаживает за своей бородой а вот руки такие достаточно большие прям выразительно не то чтобы вот с длинными пальцами такие холеные нет здесь мужчина именно с такими достаточно ну вот большая рука и пальцы такие пухлые да то есть не длинные а вот мне кажется больше какие то вот они мне показывают короткие и и очень теплые да может быть у кого-то даже руки потеет но здесь очень очень теплые и вот и почему-то мне показывают что может быть у кого-то опять-таки точечно у кого-то заросли ну то есть у человека прямо тестостерона достаточно много да такой сексуальный сексуально привлекатель может быть в молодости был неважно но вот растительность присутствует да но если не на теле не на груди то вот руки такие вот волосатые достаточно но такие мужественные руки человек любит себя да и человека я не могу сказать что прямо завышенная самооценка но это не хлюпик какой-то да это не тот человек у которого прямо самооценка все плохо нет там в меру иногда чуть-чуть уходит в плюс да то есть так когда никто не смотрит я на себя там посмотрю из в зеркало да как я выгляжу вот такой вот такого мужчину мне показали здесь а вашего отца его в мысли в поле то есть если мы считываем этого человека в поле да какие у него мысли присутствует а ну здесь так а здесь человек может быть таким знаете а хоть он и такой активный да по своей придурой по природе то здесь человек не показывает который любит размышлять да человек который любит философствовать иногда зависает то есть мысли у него возможно о том что как дальше куда мне дальше идти да здесь человек для него семья это ценность человек который думает либо о своих детях либо человек думает о своей семье пускай даже в той которой он воспитывался либо о том что как сложилась его семья ту которую он создал да я не могу сказать что здесь человек любит детей прям вы знаете есть отцы которые вот прям ну со своими детьми возятся и все такое нет я бы сказала здесь больше он проводит какие-то воспитательные работы да просто поговорить там либо нравоучением да моралью заниматься со своими детьми но не тот который бы играл прям с детьми но он любит детей да то есть семья семья важна но как-то знаете важна на каком-то внутреннем своем инстинкт и не показывает свою любовь вовне есть какие-то страхи причем у этого человека есть свои собственные страхи и какие-то детские может быть его программы и внешне может казаться что этот человек достаточно эгоистичен и он только о себе думает и о своих интересах вот то есть ну то что важно для него на самом деле это не так это внешняя ширма это икона в глубине души у этого человека прям знаете мне идет такое что ему самому не хватает любви прям не хватает любви не хватает внимания и вот эти вот мысли да о том что иногда ему самому страшно страшно и его знаете вот не хватает теплоты почему-то и поэтому он вспоминает как-то вот свое возможно детство то что вот было для него очень ценно именно почему-то мне теплота идет какая-то может быть через поступки да может быть через какие-то слова а может быть человек вообще очень любит тепло и вот такие вот мысли он транслирует но здесь достаточно духовный человек человек с огромным опытом да и вот знаете я не вижу чтобы этого человека в поле были идеи и мысли касательно допустим финансов я бы сказала здесь больше некое такое такое духовное развитие да либо вообще анализ человек занимается самоанализом то есть пониманием здесь очень много размышлений идет о ценностях да о ценностях жизни и вот именно семья одна из этих ценностей конечно же здесь у человека огромная сексуальная сила протяжения он ну вот думает об этом да то есть желание такое да это показатель жизни на самом деле да желание жить желание прям знаете получать удовольствие и вот знаете вот получать удовольствие у него здесь как раз таки проходит потому что не хватает внимания не хватает теплоты и любви и вот у этого человека он как будто бы компенсирует вот эту вот нехватку через может быть как-то очень ярко проявляя себя может быть какие-то зависимости да есть может быть какие-то привычки есть не очень хорошие у этого человека может быть даже казаться знаете здесь очень много потенциала энергии как я говорила ранее и человек это не реализует прям уходит в какое-то вот бездействие и иногда в негативе в минусе да становится деспотом но здесь такое вот ощущение что вот эти вот энергии да то есть заложены в нем достаточно позитивные вещи но из-за того что он не знает как это реализовать не знает как у меня есть ощущение как будто бы не хватает какой-то поддержки правильной женщины рядом которая бы его направляла и вот он погружается вот именно в свои собственные размышления и тут его дьявол начинает искушать да причем в данном случае именно на проявление какой-то своей силы да то есть здесь могут мужчины гулять налево да да не потому что не получают удовлетворения в семье а здесь вот еще раз скажу здесь уже вырисовывается какой-то глубинный сценарий да который ваш отец перенял от своей своей семье где он воспитывался от мамы то есть он недополучил уже изначально здесь может быть у кого-то и не было мамы да вот вот это вот нехватку любви и он как будто бы хочет вот это вот подтверждение до своей значимости своей что он нужен кому-то вот здесь вот такие очень серьезные арканы у него проходят здесь могут быть очень серьезные зависимости у человека вот мыслях здесь даже могут быть у кого-то и отношения на работе ладно не про это но вот такие вот мысли в поле по крайней мере на данный момент ваш отец транслирует его действия в поле да то есть что он транслирует как действия ну то что он победитель да то что он хочет приумножать как-то свое богатство развивать что он достаточно такой плодовитый по крайней мере на действия что он готов это делать но страшно ему правда да но он транслирует он закрывается закрывается уходится фантазии вот я говорю видите у человека очень потенциал большой и и но он как-то вот страшно страшно он думает об этом всем да но он я не вижу чтобы он совершал какие-то действия в поле а его чувства давайте почитаем ну здесь идут какие-то знаете разрушение идет его надежда на что он то во что он верил то на что он надеялся здесь произошли какие-то разрушения и изменения и ему прям знаете вот захотелось пойти в новое вот я говорю как хочется любви человеку человек транслирует что я хочу любви что так уже как было раньше я не могу что уже как будто вот это вот ощущение некой опустошенности душевной ему не хватает любви это касательно папы давайте теперь посмотрим так на метафорических картах все о нем да что вы переняли от вашего отца именно на интеллектуальную через интеллектуальный мир да то есть через свои мысли какие мысли да проще говоря становление вашего характера что вы переняли от вашего папы мысли ну первая мысль а что все трудно понимаете трудности вот он не реализовался и эти трудности своих мыслях да он вам передает что как будто бы вы мечтаете но достигнуть да может быть он говорил как-то ставить может быть вы ставите для себя какие-то вот большие цели которые очень трудно достигать и как будто бы вот вся ваша жизнь она какая-то ноша да что вот вы обязаны как-то вот нести как будто бы проблемы до трудности обязанности всей семьи на себе вот как-то так а хочется просто быть ну маленьким ребенком да но вот вот ощущение того что мысли что жизнь она сложная причем не просто сложная она тяжелая чем здесь связана тяжесть но вот надо много думать понимаете надо бороться за жизнь надо выживать так вот это сейчас я посмотрю сценарии а потому что мне здесь сразу проходит какие-то сценарии что жизнь борьба что этому конца и края нет то есть здесь какие-то такие мысли и и вот да вот видите недостаточно хорошие что вот вот ваша заниженная самооценка вы ее переняли от вашего папы что он недостаточно хорош был для себя сложно было принять таким себя как какой я есть и от этого вот постоянная борьба чтобы знаете в жизни возможно он говорил в жизни надо себя постоянно как-то улучшать да постоянно к стремится к чему-то большему да что вот чем надо больше расти и развиваться и вот это вот но это идет в минус понимаете то есть постоянно к чему-то стремится непонятно к чему и неизвестно какая в этом ценность есть еще от отца знаете вот это вот ощущение самооценки заниженной вы от него точно переняли потому что здесь выпадает карта которая называется ехидство когда мы высмеиваем кого-то а то что мы не имеем сами да когда мы в себе это не можем развить почему потому что мы не считаем что мы способны мы не считаем что мы можем это сделать и вот мы начинаем то что мы хотим очень сильно высмеивать это в других людях да но чтобы у меня нет и у тебя пускай не будет да вот здесь вот какой-то вот такой сценарий выходит знаете мысли еще какие в своем характера вы переняли да то есть не открываться людям да всегда держи нож за спиной потому что не знаешь кто тебя как-то подставит поэтому вот это вот некая такая недоверие да настороженность она какого-то вот подвоха до чего-то такого опасного это тоже вы переняли от своего отца ощущение знаете здесь у вас может быть некой такой беззащитности карта сироты выпадает что нету человека до которому я кто бы мог бы меня защитить нету человека на которого бы я могла ну вот опереться понадеяться и если вы это переняли от своего отца имейте ввиду что ваше взаимоотношение с вашим мужчины дай бог чтобы у вас все было хорошо но если сейчас хорошо возможно у вас был период тогда когда вы выбирали себе партнера как раз таки именно из позиции того что он может быть должен быть и старше либо старше вас либо более состоятельный то есть человек который меня защитит метафорически то есть вот это вот поддержка защиту я я выбираю человека не по сердце по сердцу по любви именно человека на которого вот за которым я могла бы быть как за каменным каменной стеной если вы еще не замужем то у вас вот этот вот сценарий проигрывать чтобы кто-то меня защитил до чтобы я была в безопасности потому что здесь наверняка на своего отца вы не могли либо не можете понадеяться и еще какие мысли он вам передал знаете как бабочка которая залита своими собственными слезами о том что ну как то не получается трансформироваться не получается что-то изменить вот сложно вот это в жизни сложно меняться да либо люди не меняются либо очень много переживаний да человек находился в каком-то постоянном стрессе внутреннем понимаете внешне ваш отец трансформировал вам такую маску некого спокойствия до такого позитивного мягкого человека но внутри он все время находился в напряжении поэтому если вы сейчас находитесь в периодическом каком-то волнении да особенно когда идут какие-то изменения вы очень переживаете за это либо рождение чего-то нового да это тоже у вас взято от отца почему потому что боитесь осуждения вы не верите вот причина всего этого да в том что вы не верите в себя вы это взяли от вашего отца что это значит это значит что ваш отец это не доработал и задача ваша на это воплощение как минимум по по линии вашего отца ну то есть от вашего отца передала сценарий это научиться стоять самостоятельно крепко на ногах то есть не не искать опор в ком-то другом я не говорю что это плохо вот когда вы научитесь самостоятельно стоять на ногах когда вы научитесь самостоятельно себя обеспечивать тогда вашу жизнь возможно и придет тот человек на которого вы смогли бы опереться берется, да, который смог бы быть вам опорой и поддержкой, но это будет только тогда, когда вы сами это научитесь, то есть, по крайней мере, это ваш урок. Здесь вопрос страха, переживания, волнения за осуждение, и вот общая такая линия именно на интеллектуальном, там мысли, это ваши мысли, это ваши программы, как вы мыслите о том, что я недостаточно хорош, хороша, мне нужно постоянное подтверждение, скажи, что я красивая, скажи, что я хорошая, скажи, что у меня получится, вы это все сами знаете, но когда, допустим, ставите себе какую-то цель, вам очень важно это слышать, не то, что вы без этого не сможете добиться, нет, но вот это вот внутреннее подтверждение, что, блин, ну не зря я все делаю, вот это вот есть, поэтому вопросы страхи касательно осуждений, они тоже могут быть, то есть, вы вот переняли от отца на уровне интеллекта и своего характера очень сильная личность, да, понимаете, почему я уже повторяться не буду, хорошо, что вы переняли от него через астральный мир, то есть, какие чувства вам отец передал? Смотрите, на уровне чувств, да, в принципе, вы от него переняли вот эту вот мягкость, любовь, да, то есть умение любить, как ни странно, хоть ваш отец и сам нуждался в этом, вы переняли от отца, я не знаю, сейчас посмотрим, как у мамы, но вы переняли от отца вот эту вот силу и способность любить, причем любить, как бы так сказать, ну вот доброту свою, да, широко, вот это вот большое сердце, спокойствие, желание находиться в гармонии, да, в тишине, вот это вот на уровне ощущения состояния вы переняли от отца, и, но здесь есть, присутствует некая такая хитрость касательно именно работы, да, вот почему-то профессиональная сфера, но здесь она у вас страдает, а, я поняла, то есть у вас вы будете стоять перед принятием выбора, вот то, что я ранее говорила, да, о том, что я хочу иметь семью, для меня важна стабильность, для меня важно постоянство, но я хочу это получить чужими руками, да, почему, потому что когда я, это на уровне эмоций, состояния, когда я чего-то добиваюсь, я выхожу из своего баланса, а вам некомфортно, когда вы начинаете переживать, начинаете волноваться, вот, и поэтому вы иногда даже отказываетесь от своих целей, именно в построении семьи, либо в достижении какого-то финансового достатка, да, либо какой-то стабильности, постоянства, вот от этих всех вещей вы можете отказываться, только потому, что это выводит вас на какой-то эмоциональный, из вашего эмоционального равновесия, и приносит вам дискомфорт, поэтому иногда вы можете отказываться, как я уже говорила, да, от своих желаний, лишь бы это не вывело вас из равновесия. У вас очень много гнева, да, и вот разбитое сердце, вот смотрите, как карты показывают, вот я вам показываю троечку мечей, и вот карта, разбитое сердце, то есть сценарий разбитого сердца, да, одинаковые прям карты попадают, сценарий разбитого сердца, он у вас был взят от отца, то есть неумение выстраивания гармоничных отношений, и есть гнев, да, это тоже взято от отца, гнев опять-таки потому, что не реализовываете свой потенциал, не можете высвободить эту энергию, и она начинает вас разрушать, да, то есть очень много злости, очень много нервов у вас бывает, да, вы бываете достаточно таким гневливым человеком, с чем это связано, вы чувствуете ограничения, вы не любите ограничения, вы такой достаточно свободолюбивый человек, но здесь получается, когда вы находитесь в замкнутом каком-то пространстве, либо вас ограничивают без вашего желания, либо вам говорят, что нужно сделать, да, обещаю ваше внимание, что ваш отец был дисциплинированный, но только тогда, когда он посчитал, что это нужно, да, то есть он являлся сам себе хозяином, и выше себя по императору он никого не ставил, и вы это тоже от него переняли, то есть вы хозяин, да, вы не позволите никому, чтобы на вас голос поднимали, либо вам указывали, говорили, что вам нужно делать, да, и здесь вот вы иногда на эмоциональном уровне сами себя загоняете, сами себя загоняете, сами закрываете себе двери всевозможные, и, ну, почему вы так делаете? Ну, вот у меня такое ощущение, что вот нет как будто бы доверия. Знаете, здесь еще есть такое ощущение, что очень много силы, и вы ее не можете выразить, да, то есть здесь, возможно, нету даже, если мы говорим на уровне чувств, да, вот сексуальный аспект, да, здесь вот сексуальная энергия, она не проработана, то есть либо вы не можете найти себе партнера, либо сейчас может быть такой период, либо вы не можете найти партнера, с которым вы бы получали удовлетворение, то есть вот именно все свои мечты, все свои желания, фантазии, которые у вас есть, вы не можете реализовать, то есть не можете получить, чтобы, для чего я это говорю, для того, чтобы сублимировать вот эту вот энергию, на которую вы могли бы все построить, выстроить, поскольку вы не можете найти себя, реализовать именно в профессиональной сфере, не можете обрести какую-то стабильность, эта энергия, она куда-то должна пойти. И если вы ее не направляете, не высвобождаете через сексуальный аспект, у вас очень появляется много гнева, очень много силы у вас на самом деле, вы очень сильный человек, независимо от пола. Вот только сказала, да, про сексуальную энергию, посмотрите, какая карта женщина лежит, а здесь этот осьминог, да. Прям желание удовлетвориться многократно, здесь и скорпионы, и все такое, то есть, ну, очень такая заблокированная энергия. Посмотрите свою вторую чакру. Может быть, здесь тоже блоки как раз-таки есть, вот именно сексуальные аспекты, финансовые, там у вас будет проблема. Если проблема, это идут от отца. Идет от отца. Я не буду рассматривать сегодня, как это все нужно проработать, потому что все-таки расклад на тему, что вы переняли от отца, либо от матери. И материальный мир, давайте посмотрим, да, ваши подступки, что вы переняли в материальном мире от своего отца. Ну, вы человек, который не принимает легко решения, да, сложно вам здесь властелин выпал, да, властелин владения, да. Двойка жезлов, она говорит у нас о том, что потенциал огромный. Я смотрю, я не могу определиться. Я не могу определиться, и от этого я очень сильно страдаю. Я не могу ничего поменять в своей жизни, да. Много идей, я не могу их реализовать. И у меня в голове происходит какая-то каша, и сложно. Сложности здесь у вас есть в материальном плане. Вообще действовать, да, вам тоже очень трудно сделать выбор, определиться с выбором. Вы очень много думаете, да. Но ключевое здесь, именно ваш эмоциональный фон, да. Вы переживаете. То есть по своей природе вы достаточно везучий человек. Но только в том случае, если вы находитесь в гармонии с собой, если вы находитесь в спокойном состоянии, к вам и деньги приходят, да. Причем они могут приходить из неожиданных источников. Но дело в том, что вы, когда стоите перед каким-то выбором, когда надо что-то менять, мы помним, что у вас есть вот этот сценарий, да. Я недостаточно хорош, как я могу пойти дальше, да. Меня могут осуждать. И вы поэтому не идете. Поэтому вы стараетесь просчитать абсолютно все. И чтобы было все идеально. И это приводит вас к бездействию. То есть здесь вы повторяете сценарий своего отца. Вот. И начинайте по этому поводу очень сильно переживать. Переживаете, деньги уходят, да. И начинайте волноваться на этот счет. И вам жизнь сама и показывает, что, в принципе, вот она ваша причинно-следственная связь. Почему, возможно, у вас нету финансов, да. Либо вообще, почему вы получаете тот результат, который получаете. Потому что вы не действуете. А не действуете почему? Потому что любое действие, оно вызывает у вас дисбаланс, волнение, переживание. Потому что вы очень думаете о реакции других людей. Вы очень много думаете о результате. Вы переживаете за то, чего еще нету на самом деле. И это вас в некой степени останавливает. Вот так вот мы рассмотрели вашего отца. И, ну, прекрасненько, да. Минут сорок. Давайте мы теперь посмотрим маму. Что у нас здесь с мамой. Так, смотреть будем. На колоде маму эпического Тарот. Чтобы она была полная. Кто ваша мама? Ваша мама тоже, знаете, такой... Вот если отец был активный по своей природе, да, еще раз скажу, не то, что он в действиях это проявлял, в своем потенциале. То мама ваша, она такая, знаете, не то чтобы неподвижная, но человек, я бы сказала, настроение, да. Человек, который не очень любит действовать, либо застаивается в своих каких-то действиях. Да, знаете, может быть... Держится, да, человек, который держится за что-то старое, человек, которому сложно что-то новое, вообще идти в какие-то перемены. Человек, который внешне показывает, что все хорошо, она улыбается, ваша мама умеет одевать маски всевозможные. Обратили внимание, да, я про маму говорю в настоящем времени, а про отца в прошлом, прикольно. Но при этом, знаете, как будто бы она свое истинное лицо не показывает. Но на глазах для людей она вообще очень прекрасная, она такая, у нее ничего не происходит в жизни, все хорошо, все нормально. А в душе могут даже и кошки искребутся, да. Но вообще, если говорить, вот ваша мама в природе, да, она более пассивная, энергетически, такая она, ну, мягкая, женские энергии идут, да. А у отца в потенциале было больше энергии, но он мало действовал. Вот здесь вот у матери наоборот, да, из-за того, что отец мало действовал, маме приходилось очень много работать. И вот здесь вот ощущение того, что поэтому есть вот эта вот энергия некой такой пассивности, да, что маме все время хочется отдохнуть, она устала. То есть есть какая-то вот такая вот хроническая усталость, да, либо сложно идти на какое-то обновление, да, и вот находится вот в каком-то болоте, да, все старое, все известное, все понятное. А самой на самом деле хочется перемен. Но смотрите, как интересно, выпадает и маме, да, а ваша мама выпадает у скупков, да, так же, как и отца. Отец хотел любви, недополучал. То же самое хотела и ваша мама. Только если у отца было вот это вот, мне нужна теплота, мне нужна поддержка жены, какая-то, вот знаете, вот топора, некий такой стержень, то вашей маме здесь проходит страх одиночества, страх того, что я останусь одна, страх, что я никому не буду нужной, страх того, что я не смогу никого любить, да, что не будет человека, которого бы я могла полюбить. То есть, если отцу нужна была любовь, то ваша мама, она хочет давать эту любовь, то есть в ней это есть. Но у нее есть вот этот вот страх, что я не смогу найти того человека, которому я могла бы раскрыться. У нее тоже есть такое ощущение, что, знаете, вот этот вот потенциал любви на отдачу. Отцу нужно было принятие, а матери именно на отдачу. Она не реализовалась. И вот очень интересно, да, происходит, что, в принципе, мама могла дать ту любовь, которая была необходима отцу, но почему-то она не давала. Хотя это была тоже ее потребность, возможно, они на этом-то и сошлись, да, вот именно на какой-то душевности. То есть здесь, я не могу сказать, что у них там прям там любовь была сумасшедшая, но вот какой-то, знаете, душевная близость, она присутствовала, не сексуальная, не интеллектуальная, а именно какая-то вот душевная, знаете, вот ты как будто бы мой человек, мне с тобой хорошо, но при этом полностью друг к другу они открыться не могли. Ваша мама, она была сильнее, отца, и вот здесь, знаете, человек силы, может быть, женской силы, мама такая достаточно эрудированная, начитанная, я бы сказала, то есть здесь не про интеллектуал, ну, то есть не о том, что она умная, знаете, вот бывает женщина, которая много читает, вот здесь вот про это, мама была хорошим таким, знаете, зеркалом здесь, вот почему-то мне хочется их отношения, как будто бы рассматривать, не знаю, почему зеркалом для вашего отца, вот она ему все время отражала, она ему показывала, то, что есть внутри него, и его это как-то обижало, огорчало, он не умел выражать то, что ему показывали иначе, и держал свой гнев внутри, может быть, гневался даже и вовне, и вы вот то, что модель у него переняли, кто еще ваша мама, ну, знаете, здесь такое ощущение, что ваша мама не та, опять-таки скажу, за кого она себя выдает, да, то есть она может касаться такой мягкой, пушистой, покладистой, но в нужный момент мама могла всегда взять обязанности на себя, ответственность, у нее еще ощущение такое, что вот мама тащила на себе всю эту семью, да, и, ну, вроде бы хрупкая, хрупкая на хрупких плечах, да, но, как говорится, и в горячую избу войду, и коня на скаку останавливаю, остановлю, вот здесь вот именно про это, то есть она не тот человек, который кажется, да, то есть она как будто бы скрывала тоже свои какие-то возможности по причине того, что не могла найти себя, вот ваша мама, она не могла найти себя, у нее не было какой-то конкретной цели, она не знала, куда вложиться, знаете, вот вспомнилось сейчас, именно о полярности, да, о мужской и женской энергии, о том, что женщина является топливом, а мужчина является ракетой, и вот в этом тандеме, да, ракета не может залететь без топлива, топлива, оно бесполезно, если нет ракеты, которая может на этом залететь, вот здесь вот примерно такой же тандем, то есть такое ощущение, что вот у вашей мамы было очень много энергии, вот эту вот силу, которую она могла бы вложить в вашего отца, но по какой-то причине она этого не сделала, то есть она не понимала, зачем ей это надо, да, здесь вот как будто бы человек, который не обрел свою цель, да, свой вектор развития, конечно же, и у мамы выпадает луна, у нее были какие-то свои иллюзии, какое-то свое видение жизни и взаимоотношений, ей хотелось все время как-то вот чего-то нового, да, вот чего-то другого, я не знаю, может быть, она говорит, давай поедем куда-то, а папа говорил, я, допустим, ну работаю, не могу, вот она была вот этим вот, именно двигать, ну какое-то топливом, да, которое постоянно, постоянно запускало эту ракету, что вот нужно сделать, как-то, ну здесь почему-то причина такая, что как будто бы энергия, она расплескивается, она не сосредоточена, не сконцентрирована, очень много энергии, но она не идет в нужное русло, потому что отношения, мама видела, здесь мама, голова в семье, даже если визуально, допустим, казалось, что папа принимает решение, нет, мама здесь рулила по полной помогу, то есть мама четко знала, куда должна пойти семья, правда, только вот, знаете, здесь ощущение такого, что вот она как будто бы, ну вот, забитый какой-то запуганный зверек, вот, а папа такой грозный, но на самом деле, вот этот вот зверек, оказывался, таким неким хищником, да, харьком, который, ну и укусить может, ой, нас опять чешется, вот, поэтому здесь мама такая, знаете, достаточно непростая женщина, выходит у нас, хорошо, мысли вашей мамы в поле, ну, у мамы, знаете, на самом деле, мама была такая, тоже достаточно эгоистичная, да, то есть, как говорится, два сапога пара, вот именно пара, да, одна правая, другая левая, она тоже сама себе на убе, тоже хотела продавливать именно, знаете, вот, как будто бы мудрости не хватило маме, и вот прям, она бы могла получить то, что она хотела, если бы она делала все, ну, как-то вот именно более по-женски, что ли, а здесь такой вариант, что, либо я сказала, так и будет, очень жестко, как будто бы командует, либо дурочкой прикидывалась, да, ну, типа, я ничего не знаю, моя хата к скраю, и делай все, что хочешь, а здесь нужно было немножко себя иначе вести с вашим отцом, и вот мысли, которые в поле транслирует мама, это, знаете, вот, как будто бы пускает все на самотек, да, пускай будет все так и будет, потом она такая достаточно эмоциональная и непостоянная, то есть, чем наполнена в поле, да, здесь так идет, чем наполнена, она то и транслирует, сегодня хорошо, она это покажет, завтра плохо, она это тоже покажет, то есть, нету, как будто бы, знаете, вот у мамы не было контроля, структуры не было, то есть, поэтому ей отец и протянулся, потому что у папы-то есть структура, да, он император выпадает, человек, который умеет управлять, умеет это контролировать, но как-то вот у них не сошлось вот это, вместе почему-то не смог он структурировать, дисциплинировать маму, а мама, она такая, а вы знаете, вот она как фонтан, вот ее ну никак нельзя, ну как-то управлять, потому что это настолько непредсказуемо вообще по шуту, да, шут у нас в эпическом втором говорит о том, что человек должен понимать, что то, чем он наполнен в данный момент, он транслирует вовне, вот, а чем он наполнен, выпадает рядом башня, у мамы были какие-то идеи, она это транслировала, да, и причем как раз выпадает сверху, луна говорящая о том, что я транслирую только то, во что я верю, да, вот я вижу, что мир такой должен быть, все, он будет такой, то есть мама у вас была такая, ну если папа императора, я вообще слушать никого не хочу, да, то мама тоже ему подстать, то есть будет так, как я сказала, либо вообще не будет, потому что только так правильно, и как-то по-другому, вот такое ощущение, вы знаете, они настолько похожи, они настолько подходят друг к другу, ну вот слепой, глухого, вот вообще не слышит, и не понимает, вот здесь вот как-то вот в таком контексте, причем, сейчас я еще вот здесь вот уточню, да, ощущение того, что мама дела какие-то свои не доводила до конца, не может пустоту, мама не может быть одна в тишине, в спокойствии, надо обязательно что-то чем-то заполнить, вот это вот знаете, если папа ходил в размышления, в какие-то вот там, в какой-то спокойствие, да, как-то вот я пошел в гараж, подумал, да, либо там еще что-то, то у мамы, если есть какая-то минутка, ей надо обязательно что-то сделать, такое ощущение, что я не могу просто находиться сама собой, потому что я сама себя не выношу, понимаете, вот здесь вот как-то вот такие вот мысли в поле, чувства вашей мамы в поле, ну, женщина на лошади, несусь, несусь силы немерено, женской силой, чистой силой, красивой силой, ну, я не умею ей пользоваться, да, как мне написала, ведьмечка, ты как дрель, говорит, силы много, говорит, как дрель, только ты эту дрель как дубинку используешь, чтобы забивать гвозди, вот здесь так, да, дали обезьяне гранату, и не знаю, что из этого будет, вот здесь такое, то есть у нее сил очень много, энергии очень много, только она вот направить ее в правильное русло, она не могла, выразить себя эта женщина не могла, знаете, человек, который живет с оглядкой, самой первой карты, четверка Пентаклия, четверка сферы, она про это и говорит, то есть человек живет как-то вот с оглядкой, с оглядкой назад, вместо того, чтобы пойти вперед, что-то, что мы смотрим, чувства, да, где-то застревает в прошлом, очень много нереализованных мечт и желаний, очень много фантазии, знаете, причем здесь еще такая манипуляция классная по магу, типа, а я в это уже не верю, а почему вам в это не веришь, ну, а такое не может быть, да, как это реализуется, допустим, у меня нет денег, вот, и причем говорится, это для того, чтобы вы, именно вам, да, чтобы вы реализовали желание своему, вращаюсь, что вот она как будто вас на жалость вызывает, давайте я посмотрю здесь какой сценарий, как будто бы на жалость вас вызывает, чтобы вы пожалели, и ладно, мам, я тебе это сделаю, вот здесь как-то, какие-то такие манипуляции, тоже присутствуют, очень интересные, наперекор всем препятствиям, да, то есть мама краски, это еще такой человек, который сама себе напридумает какие-то сложности, потом сама их решает, потом, кто молодец, я молодец, ну, конечно, ты молодец, сама себе напридумывала, сама себя, знаете, человек, который умеет накручивать себя очень хорошо, человек, который со всеми борется, измены, да, вот здесь вот предательство выпадает на чувства, мама транслирует, причем, знаете, такой человек, что, знаете, вот здесь вот у меня ощущение того, что жалость, да, вот мама как-то вот вызывает вас на жалость, этим манипулирует, и вот она, чувство, которое транслирует в поле предательства, ваш отец, если изменял ей, не если, а когда изменял, потому что я здесь уверена, что были измены, не случайно, такое ощущение, что вот она это специально притягивала, да, именно для того, чтобы вот проблема, причем она, которую себе создавала, через предательство, я бедная, несчастная, меня предают, вот я создаю этот сценарий, для того, чтобы меня пожалели, потом я сказала, да ладно, я на это смотрю сквозь, там, сквозь пальцы, не обращаю внимания, но все мужики гуляют, и ничего страшного, да, главное с кем он остается, вот здесь вот какие-то вот такие сценарии, и имейте ввиду, это вам тоже будет передаваться, если вас предают мужчины, ну вот только сказала, выпала карта вина, да, то есть ваша мама, она проигрывает прекрасную роль жертвы, да, вот этого чувства вины, и, причем этой виной она манипулирует, здесь не просто я жертва, да, и это так и есть, да, ну, так и есть в контексте того, что я просто мягкий человек, да, я не могу за себя постоять, нет, это не так, ваша мама, она может кастрировать кого угодно, но вот здесь вот это вот чувство, вот я, я не показываю свое настоящее лицо, и я через вину, причем и с детьми, так тоже может быть, да, я манипулирую через вину, то есть ты плохая дочь, да, если ты не можешь мне это сделать, либо вот я для вас сделаю, ну, здесь вот разные манипуляции, это все на уровне чувств, и они, вот эти вот манипуляции, они специально, как раз-таки порождают, находят подтверждение предательства, то есть есть какое-то предательство, которое ваша мама тоже, видимо, откуда в это взяла, да, и она это транслирует неосознанно, и вот этот вот сценарий предательства, он должен находить постоянно подтверждение, поэтому если даже неизменно отца с вашей, ну, в вашей семье, да, то обязательно родственники, родственники могут предавать, да, вашу маму, обманы, обманы, разводы на деньги, здесь тоже могут быть, хорошо, ее действия в поле, что она транслирует, да, как она вообще действует, ну, в мыслях мы поняли, в чувствах мы поняли действия, ну, действует, вот прям круто, параллель, да, здесь была двойка кубков, и здесь двойка кубков, говорят о том, что, ну, действует с любовью, да, действует в гармонии, такая достаточно мягкая, покладистая, покорная, желающая всем помочь, желающая всем угодить, ну, прям очень вот на действиях пересекаются с вашим папой, вот, мама бездействует, и папа такой же, в поле, по крайней мере, транслирует, я не могу выбрать, да, вот здесь тоже выбор, двойка жезлов, вот прям повторяю, да, на действия, не могу определиться, не могу определиться, не знаю, что мне делать, пока жду с своим определением, уже поезд ушел, а почему не могу определиться, потому что не верю, вот, если у вас с самооценкой, касательно веры, что-то есть, не верите в себя, вот, поблагодарите маму за это, за эту прекрасную площадку, через которую вы можете развиваться, так, и королева кубков, ну, на действия, вот мама прям такая, знаете, очень чувствительная, интуиция, интуиция, от мамы вы переняли, умение отражать, да, состояние других людей, умение растворяться, вот прям полностью, это тоже мама вам подарила, так, смотрю уже час, ладно, давайте мы перейдем все-таки, что вы переняли, да, хотя я уже про это говорила, да, уже через то, когда рассказывала мама, но все равно давайте еще раз посмотрим, что же вы переняли от нее через интеллектуальный мир, да, через мысли, какие мысли своей мамы переняли, мечтания, да, вот вы любите мечтать, это вот от мамы, да, в какое-то нечто большее, лучшее, да, завтра, что завтра будет хорошо, знаете, вот какое-то даже может быть состояние ожидания, мысли, мысли о богатстве, когда наступит тот день, и я буду богатая, да, ой, или что, вот если бы у нас были деньги, да, то мы бы что-то вот купили, обязательно сделали, знаете, вот причем с оглядкой назад, а вдруг я здесь, вот я бы не сказала, что здесь жадина, а здесь есть такой момент, что, а вдруг это с кем-то надо делиться, да, вот здесь вот тоже такое, а вдруг у меня заберут, вдруг у меня отберут, знаете, вот на уровне мысли, как-то вот запуганный зверек, вот я никак не могу сказать иначе, как запуганный зверек, плохое настроение, тоже от мамы, иногда бывает, вот тут, когда мама напряжена, устала, да, кошмары у мамы бывают, это тоже вот вы, у вас скорее всего, да, это вы от нее переняли, с чем связаны, хочу посмотреть, вот эти вот кошмары, плохое настроение, ну это ясное дело, женские, да, форматы, когда перетягиваете, знаете, не можете с людьми гармонично взаимодействовать, да, когда вот перетягиваете одеяло на себя, когда слишком жесткие, да, ну то есть мысли у вас такие, я хочу получить, прям вы знаете, и иду к своей цели, и на пути могу всех поранить, да, могу что-то сказать, не потому что я плохой человек, а вот просто потому что я об этом не подумал, вот знаете, вот если у вас есть эта модель, слово не воробей, а улетела не поймешь, то не поймешь, что здесь вот эта вот модель, она у вас присутствует, иногда вы можете что-то сказать, не подумав, и ранить людей, не потому что вы такой человек по натуре, но иногда у вас такое может проходить, хорошо, что вы переняли от нее на астральном уровне, на уровне чувствования, ну вот предательство, если вас предают, если вы входите в треугольники, это от мамы, ощущение не каких-то, знаете, что вот не найдете вы себе пару, да, что вот это все так в мечтах и останется, вот здесь вот как будто бы какой-то сценарий идет о том, что вот у меня не получилось быть счастливой, и вот как будто бы вы это от нее переняли, что не получится быть счастливой, вы как будто бы все время находитесь в какой-то темнице, не получится здесь, ну вот травмы, детские травмы, да, мама вам подарила, о том, что нельзя доверять людям, о том, что предают, причем предают близкие люди, в том числе и ваши друзья-подруги, то есть у кого-то может быть, что треугольник как раз-таки от, ну, ваш мужчина ушел к подруге, к вашей близкой, вот измены здесь такие могут быть, да, такого формата, то есть не с кем-то из посторонних, и здесь еще также вы переняли как-то, знаете, вы не можете договориться с сама собой, вот здесь еще вот такие вот форматы, почему, то есть, знаете, не любовь к себе, вот так скажу, да, вот ощущение, что я неудачник, вот на уровне чувств у вас есть такое, что я неудачник, причем вы мимо этой удачи сами проходите, почему, потому что вам нужно подтверждение, вам нужно подтверждение, как он там назывался, вот в плохом настроении, когда, да, вы находитесь, есть вот это вот ощущение, что я неудачник, и жертва выпала, что можно сказать, да, карты, я вообще удивляюсь, когда разные колоды, одна другую подтверждает, чувство жертвы, да, там от отца взяли неуверенность, почему, потому что женщина любимая, да, то есть ваша мама не дала ему это подтверждение, а здесь вы жертва, да, я жертва, ты меня не любишь, ну, вот прям, такое ощущение, что взяли уроки папы-мамы и проживаете их, с чем я вас поздравляю, конечно же, терпение, шучу, я извиняюсь, потому что я знаю, как это больно, но без юмора, юмор нас спасет, по крайней мере, в таких сложных вариантах, но вы эту семью выбрали, для чего, для того, чтобы через эту площадку развиваться самостоятельно, если вы это выбрали, значит, вы способны решить эту задачу, что вы переняли от нее на уровне чувства, мы посмотрели, да, на материальном, какие поступки, ну, смотрите, в поступках, я же говорю, и до этого было, да, что ваша мама, она такая благородная, да, вот в поступках вы человек, который, она вас учила благодарить, да, не важно, как трудно, не важно, как сложно, благодарить, делиться самым посредним, да, может быть, в детстве говорила, там, поделись, да, конфетку дали, поделись, либо там, еще что-то сделали, поблагодари, ну, то есть, вот именно воспитанности, да, вот этих вот правил, да, культурно, правильного поведения, это у вас было от мамы, мама мягкая все-таки, на самом деле, но вот просто, вот эти вот силы, которые у нее есть, ощущение вот такого вот, потенциала огромного, причем, смотрите, обращаю ваше внимание, что у мамы я не вижу сексуальной энергии, то есть сексуальной энергии, вот то, чем питается мужчина, да, она его могла как-то вот наполнить, когда была в хорошем настроении, да, потому что здесь мы видим, что настроение меняется, она могла его наполнить, но здесь почему-то такого не было, здесь, возможно, и секса-то и не было нормального, и поэтому мужик ходил налево, но мы сейчас не осуждаем, я просто говорю об энергии, но вот благодарность, она присутствовала, она присутствовала, и на самом деле ваша мама, она очень изобильная, и если вот богатство, да, если мы говорим, у отца были проблемы, по отцовской линии, да, вы, допустим, взяли, то мама ваша, она изобильна, она вот такая вот благодатная, такая, да, вот как почва плодородная, вот, то есть по сути у вас и с деньгами должно быть все хорошо, если вы, ну, то есть от мамы переняли, но там, видимо, что-то отцовское вы прорабатывали, да, причем, такая благодать плодородия, особенно, когда вы находитесь в каком-то коллективе, да, если вы, например, в партнерстве находитесь, да, но вам нужно просто действовать, на самом деле, с финансовым, в финансовом аспекте, либо в материальном, да, плане, что касается, допустим, быта, то здесь у вас должно было быть все хорошо, мама подарила, потому что энергии у мамы очень много, и она вот этот вот сценарий, да, вот эту вот благодать, она с вами поделила, по идее, должны быть, ну, если не богатым человеком, то, по крайней мере, быть в достатке, да, причем, она очень хорошая мать, да, вот как ни крути, ни верти, она очень хорошая мать, но мать уставшая, мать, которая все тащит на себе, мать заботливая, и по-своему, как могла, так и воспитывала, то есть она не та мама, которая вот, вот взяет, возьмет вас и выбросит, да, нет, пускай бедности, пускай плохо, но вот как могла, так и тащила, как умела, как знала, как научили, так и воспитывала, но мама у вас, конечно же, была тиран, да, то есть вот видите, по-разному, такая многогранная личность, которая постоянно вас контролировала, я не могу сказать, там осуждала, может быть, кого-то и осуждала, Но, по крайней мере, не оставляла там, чтобы не наказанным что-то, чтобы не указать. Такая, знаете, вот судья, мама судья. Да, и вот подарила вам в материальном плане, да, вот это вот ощущение быть использованной. Поэтому, если у вас проблемы с финансами, перекрывайте свое взаимодействие с людьми, которые вами пользуются. Вы сливаете туда энергию, вы сливаете туда свои деньги, если так можно сказать, что вам было понятнее. Да, и здесь вот Эдип, да, Эдип и комплекс, Эдиповый комплекс, да, или как он там называется. То есть именно непринятие себя, непринятие вот своей женской природы приводит вас как раз-таки к проблемам в финансовом аспекте. Вот, вам нужно принять вот эту вот энергию. То есть у мамы возьмите вот этот ее потенциал, то, каким она была вот именно в зародыше, вот эту вот энергию. Вы ее можете почувствовать, вы ее можете использовать. Да, ну и здесь, конечно же, бунт, да. Гнев со стороны отца и бунт со стороны матери. Ну, то есть мама еще такая, да, и вот проекции. Как раз-таки люди, с которыми вы встречаетесь, это, по сути, ваши проекции, ваши отражения. Вот. То, что вам показывают. То есть материальный мир, по сути, он отражает то, что есть внутри вас. Проще говоря, то, чем вы наполнены, да, то, что я говорила изначально, это вот сценарий мамы, то, чем вы наполнены, вы это показываете. Если у вас нету финансов, да, значит, где-то кому-то вы сливаете свою энергию, и вы транслируете свою нищету. Когда у вас хорошее настроение, у вас, по идее, должно все, ну, прет, да, все хорошо. А когда плохое настроение, мир вам сразу это показывает, да, сразу там кто-то гневается, кто-то где-то вас обсчитал, обманул. Вот как-то вот ваше внутреннее состояние, то есть мир с вами взаимодействует на раз, два, три. Я не удивлюсь, если вы здесь можете еще и манифестировать, и получать все, что вы хотите. Мама изобильная. Имейте в виду, что если вы найдете, проработаете сценарий папы, проработаете сценарий мамы, и найдете себе подходящего партнера, то, как минимум, финансовая сторона у вас будет, ну, вот, обеспечена. Даже если вы не будете работать, да, даже если не будете стоять на своих ногах, как я говорила по отцовской линии, то вы своей энергетикой, да, будете мотивировать вашего мужчину, и он будет зарабатывать намного больше, чем он пришел, да. Либо, если в вашей жизни уже были мужчины, да, сто процентов у вас проигрывается сценарий такой, что он пришел, некрасивое слово, нищеброд, вот, а ушел богатый, да, то есть вы его подняли, вы его создали. Вот это, а если сейчас, допустим, кто-то из вас развелся, да, и у вас нет денег, вот, имейте в виду, что вот партнерство, оно для вас важно. Я не могу сказать, что вы вот прям, ну, если вы женщина, да, что вы как прям одиночка. Но вы вот по маминой линии взяли вот это вот изобилие, полдородие. Может быть, даже это связано как раз-таки и с детьми, ну, то есть у вас нету проблемы, там, с зачатием, если для кого это актуально. Если есть, это не по маминой линии, там какие-то другие причины, потому что мама, она такая достаточно изобильная, полдородная. Вот такой вот у нас расклад получился сегодня. Вы видите, на одну позицию и так долго, да, но когда начинаешь копать, так оно получается. Вот, я жду вашей обратной связи, мне интересны ваши истории. Я благодарю вас за лайки, за то, что вы терпеливо ждете мои расклады, что вы остаетесь со мной, мне это приятно, для меня это важно на самом деле, потому что если нету вас, для кого я буду вещать. Вот. Прощаюсь с вами. Не забывайте про рубрику оторопростым языком. Если вы присылаете свои вопросы, конечно же, я записываю ролики. Если нету, то о чем я буду записывать. Вот. Но тоже жду активности и в этих роликах, так же, как в раскладах. Я с вами прощаюсь. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok